Добрый вечер! 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 персонажи с эскейпами. Люсио, нажимая скорость, вся команда вбегает, вся команда очень жирная, вся команда очень толстая. Помните, мы боялись в Готцов, да? Вот он в Готцах всегда, разумеется, скорость — это неотъемлемый элемент, большой жирный комок, который забегает в толпу и делает с ней что хочет вообще. Вот кого хочет, того и берет. Это позволяет делать Люсио. Люсио очень хорош, играется суперприятно и складывается впечатление, как будто бы один из этих двух саппортов в композиции должен быть теперь в игре всегда. Вы играете либо от Дискорда с огромным количеством просто спам-урона на дистанции, либо вы вбегаете на Люсио и пытаетесь кого-то топтать. Причем, что странно, еще, по-моему, даже может быть в теории в паблике будет комфортно играть и Люсио, и Дзена одновременно. Впервые с 2016 года мы можем эту мету пробовать, щупать, наслаждаться, кое-где даже будет срабатывать, несмотря на то, что хила нету, но хил больше не нужен. Вторыми номерами среди саппортов идут у нас в классе вот такие сильнейшие, знаете, вот после самых жестких, это те персонажи, которые выживают, у которых есть эскейпы. Очень хорошо бафнули Мойру. Мойра по-любому должна находиться где-то в тире верхних. Это золотое время. Мойра, оно наконец-то стало. Долгие годы тоже там под каждым тире листом люди писали, как же Мойра, как же Мойра, она, конечно, такая сильная. Нет, друзья, вот теперь она реально сильная, вот теперь она стала реально сильная. 30% баф-урона и бафнули очень сильно дэмэдж. Нормально так, нормально. При этом все, у нее есть эскейп. И самое, что интересно, Мойра это один из немногих саппортов, у которого настолько много хила, что ее даже иногда хватает с этой пассивкой ДПСов выхилить цель в нужный момент. Мойре играется супер приятно, и по композиции саппортов, как будто бы, если у вас в команде Мойра, Люсио, это всегда очень комфортный бэк, с которым можно и задайвить, и убежать от дайва, принять саму Мойра, фейт Люсио на скорости убегает, то есть вариации появляются. Вторым саппортом, который тоже ситуативно где-то еще часто появляется, тоже упрыгивает, тоже убегает, это Кирика. Я выделю ее сюда, примерно как Мойру, можно ее чуть ниже думать, может быть поставить в тербе, она не прям жесткий тера, но она все еще тоже неплохо, она не справляется с лечением, что изменилось для Кирика, она больше не выхиливает, вообще не выхиливает, то есть если раньше там пограничных как-то было, там можно через блок Роматры его подержать, он поживет, все, забудьте Кирика, на Кирика хилить вообще не хочется цель, у нее осталось Сузу, остались Кунаи, и она легко избегает дайва, ну то есть просто упрыгивает, как и Мойра, на какого-то союзника, можно давить в оппонента, в общем комфортно получается разыгрывать какую-то агрессивную Кирику. Далее идут саппы-середняки, саппортом-середнякам я отнесу первоочередно Бригиту, Бригитта вот тоже, она знаете на границе, может быть половина тира А, половинка Б, что-то между ними. Бригита очень толстая, стала очень толстая, реально трудно пробить, хорошо живет, хорошо исполняет ситуативно функции Бригиты. Поскольку в игре много мобильных быстрых персонажей, можно будет Бригиту кое-где продавливать, да, она не будет всегда выживать, но в некоторые компы в принципе ее брать можно, она стала очень бодренько ощущаться, очень интересно играется тоже, очень неплохо. Также в этот тир я отнесу Батиста с бабушкой, это наши классические мейнхиллеры, что поменялось, как я уже сказал, бабушка больше не является универсальным хиллером, лечить вообще очень часто влом, очень хочется помогать дэмэджем, у нее осталась хорошая утилитета банка, все еще по-прежнему за банку можно успеть быстренько кого-то убить, эффект имеет место быть. Не хотя у ДПСов теперь пассивка по сути и есть банка на минималках, эти 20%, они очень сильно ощущаются. Из проблем у Аны какие еще проблемы, помимо того, что она не выхиливает нано-буст? Нано-буст стал пробиваться. Теперь реально, я часто вижу как цель под нано-бустом, даже если дается нано в танк и на выживаемость, его все равно убивают. Просто всем плевать, люди жмут W, попадают ЛКМчики в любого танка под нано и он частенько умирает, ты не успеваешь его спасти. Поэтому бабка стала намного более ситуативной, впервые за долгое время сдала позиции, возрадуемся, друзья. Кажется, у нас эра Аны временно закончилась. Батист, похожая ситуация. Батист все еще неплох тоже, да, то есть вот как середнячок, он вообще более чем много хила имеет, лампа все еще, котируется лампа, хорошая обилка, сильная обилка, основная сильная сторона Батиста. Намного труднее стало сдавать окна, потому что очень быстрый темп игры, постоянно на тебе кто-то сидит, то ли Люсио, то ли миллион дэмэджа через всю мапу залетает от этих дзиньят, постоянно какой-то экшен, давящие танки очень актуальны, персонажи дипесы давящие тоже актуальны. Поэтому статичность Батиста немножко ему тоже здесь выходит боком, он не может претендовать прямо на топ, но в середняк пойдет. И Илари я тоже определил в этот тир. Друзья, Илари середнячок такой ситуативно тоже, она играется более-менее, у нее ульта получила такой относительный нерв, потому что цели стали толще, да, труднее некоторые цели взорвать. При этом хила Илари хватает, чтобы отхилить ситуативно на цель, у нее хил, помните, какой? Берстовый, много хила за маленькое время. То есть вот на маленькие отхилы Илари все еще работает, постоянно кого-то лечить она не может, но у нее есть чем заниматься, да, то есть Илари это персонаж саппорта, который неплохо наваливает, по-прежнему есть дэмэдж, с лэфт клика очень приятные тычки, ну в общем-то, то есть на Илари играется более-менее, более-менее. Ну и замыкающий саппорт, друзья, это саппорты, которые хуже среднего. Сюда попадает Мерсиа. Фару реворкнули, причем реворкнули сильно. Основная связка Мерси пала. И второй самый важный аспект, как я уже тоже упоминал, пассивка ДПСов продавливает покет связки. Легко можно заходить и пробивать под Мерсиой, под ее хилом любого тонкого ДПСа. Аша, там кто-то еще, Солд, кого угодно, можно продавить и люди умирают. То есть Мерсиа больше не гарант того, что у тебя будет один эффективный юнит на поле, который будет бегать и там всех убивать. К сожалению, ее время реально прошло, Мерси очень часто просят свапнуть в самом начале игры, если она появляется и это желание я могу понять. Друзья, Мерсиа видеть не хочется в своей команде ни в каком виде практически вообще никогда. Не знаю, разработчики к этому шли либо нет, но у них получилось этого добиться. И последний саппорт это Лайфевер. С ним я до конца не определился, я тоже его поставлю хуже среднего. Не знаю, возможно он даже мертвец, потому как у него утилити вообще очень квешенабл. Дэмэджа вообще ноль, а это эра дамага, это эра набегания на скорости. Сейвов у Лайфевера самого себя нету, он легкая цель, то есть его можно вполне себе определить даже, наверное, в Мертвецы, друзья. Давайте, наверное, все-таки в Мертвецы его оставим. Он в любом случае какие-то низшие циры, Вивера играть не рекомендую. Против Люська, против Дзена, против того, что в топе, против очень большой агрессии он ничего особо не может. Он был хилботом, это ни для кого не секрет. Вивера это персонаж, у которого очень много исцеления, и он занимался всю игру исцелением. А исцеление порезали, больше нельзя выиграть игру, стоять или чистого танка. Так просто не работает. Просто все. Что касается танков. Едем дальше, друзья. По танкам лойка работает таким образом, что стали хороши танки, которые хоть сколько-то живут. Вот как бы это ни звучало, но у Близзов есть проблема. Время поиска уже растянулось еще больше. Уже и ДПСов долго ищет, и саппортов долго ищет. Раньше только саппортов долго искала. Но не хотят люди играть танками. И Близзы для этого ничего не делают. Они выпустили патч, который ослабил саппортов, поднял ДПСов. А танков загнобил еще ниже. То есть ценой танков, ценой этого класса мы поднимаем другие классы. Из танков выживают нынче кто? Первое место Дива. Я танков буду ставить сразу в сильное. Скажу, что танки из категории сильные. Несколько из них вот претендует на быть сильнейшим, но в сильнейшие определить кого-то одного прям тяжело. Поэтому я поставлю их просто в сильное. Это танки, которые в принципе играют, которых можно брать, которыми вы будете что-то делать, как-то выживать. Дива. Почему Дива? Мобильность. Мобильность, смейте, вы видите. Второе. Матрица. Матрица поглощает любое количество урона, а его очень много, поверьте. Второй танк, который попадает в эту категорию это Хэммонд. Работает ровно так же. Просто от обратного Хомяк стал хорош, потому что он может кататься по аптекам, которые восстанавливают намного лучше, чем саппорты нынче. Который впитывает кучу урона и может как-то выживать. Дайвящий танк в том числе под дайв хорошо заходит. То есть Хомяк и Дива очень похожи. В моем понимании Дива получше, потому что Дива дает что-то команде. Хомяк очень эгоистичен и полностью тянет одеяло на себя. Но играть можно и того, и того. Третий танк в этой категории это Винтон. Винтон является тоже, вот Логика абсолютно такая же, танк, который где-то как-то живет. Он уже намного более ситуативный, чем первые два, как по мне. Но все еще хорош. Ультимейт неплохо набаффали, дамагу ему дали бонусную тоже. Бабл для команды есть, что-то команде дает. И самое важное, он может отпрыгнуть пожить. У него реально есть возможность выйти, выжить, как-то постоять. В ультимейте тоже бонусных ХП живет. То есть он может втанковывать, он выживает. И я хочу еще одного танка поставить в класс сильных. Королева. Королева, почему здесь находится, очень хорошо играется с Люськом. По моим личным ощущениям, Квина, забегающая на Люси, выдающая еще второй вот этот вот спидбуст, бафающая всем ХП, не требующая много хила сама и, самое главное, выдающая много дэмэджа по метовым персонажам. С помощью скорости Люси и Квины можно легко устранять любого противника, чуть ли не до респы его гнать. Вы бежите на скорости очень-очень долгий период времени. При этом у Квины все очень сильный ультимейт, она хорошо прорезает цели даже после патча вот этого вот с ХПшкой. У нее банка она имеется ультимейтом, у нее очень хороший хук, контроль обилка имеется тоже, которая вытягивает противника на себя, позволяет законтачиться за счет скорости и за счет Люсика в мете. Ну, в общем, Квина это реально хороший убийца, который вбегает в любого, берет любого, месит любого. Да, сама она подыхает, к сожалению, выхиливать ее тяжело зачастую, тоже играет на разменах, но таковы реалии Overwatch 2.5. Далее категория танка в середине очков. В нее попадает Doomfist. Doomfist как дайв-танк и как выживающий танк от обратного тоже неплохо. Его тоже можно играть. Но в моем понимании он дает намного меньше команде, чем дают танки из категории выше. То есть ускорение команды, бабл для команды, хамяк эгоист, но очень хорошо выживает без хила. И Дива с матрицей тоже хорошо выживает. Кулак выживает неплохо, выживает более-менее. У него больше хард-каунтеров, к сожалению, его проще закрыть. И он ничего не дает тиммейтам. Но в принципе, Doomfist люди тоже довольно активно играют. Он все еще жив. Также в эту категорию попадает Роматра. Роматра танк, который хорошо стоит в блоке. Да, он хоть как-то живет и впитывает тонны урона. И плюс обладает хорошим мультимейтом. Отлично играет в связке с Люськом, который вы видите, где находится. По этой причине Роматра именно здесь сегодня. И еще один танк третий, который попадает в категорию середняков, это Ариса. Ариса просто вот хороший, крепкий середнячок. Тоже есть чем впитывать урон. Некоторых танков хорошо закрывает, против некоторых не играет никак. Может впитывать большие тонны урона от занятой всех композиций, которые стреляют на дистанции. Может, в принципе, даже забегать на скорость. В общем, Роматра Ариса, это если вам хочется потерпеть, то это эти два танка. Друзья, чуть бы его не забыл, здесь еще потерялся Сигма. Сигму стоит тоже отнести в категорию сильных танков. По какой причине? Ультимейт в процентном соотношении. Сигма и был хорош. Обладает хорошим набором способностей для впитывания больших количеств урона. Что шифт, что щит. И сам при этом, ну, то есть, единственный его минус, он является медленным, да. В остальном, в спамящих композициях под Зиньяту Сигма играется просто великолепно. Это лучший щитовик, который есть. Сигму тоже играем смело, поэтому Сигму в силе отнести 100% стоит. Далее у нас остается категория хуже среднего. Сюда попадает господин Магуга. У Мауги в чем проблема? Он вообще не живет. В эту эру, это не его эра, он выживать не сможет, он выживать не будет. Но у него хороший баф произошел с переходом в Overwatch 2.5. Из-за того, что патроны, сами снаряды, пули стали шире, у Мауги стало очень комфортно регать дэмэдж. У него усилил свой урон. У него урона стало куда больше на средних дистанциях. Раньше у него было совсем мало. Поэтому вот если бы не Дзинья, то если бы не мета Дзена, Мауга даже поднялся бы выше по этой цепочке, по этой иерархии. Но верхушка и количество входящего ему просто не позволяют быть там. Поэтому он здесь. Также в эту категорию попадает Заря. Заря вот, она тоже, знаете, вот, ну не ее мета, просто не ее место. Нету времени разогреваться. Все слишком быстро происходит. Твою команду забегают, убивают. Все, что ты можешь, это бабликами подсейвить, помолиться, чтобы кто-то выжил и, может быть, у тебя получится нагреться, кого-то законтрить. Очень ситуативно. Зарю видеть не хочется, ее пикать не рекомендуется. Ну и что? Последняя категория мертвецов. Два Дэдмэна. Турбосвин. Прсф, ребята, за Турбосвина. Он побыл неплох в буквально один патч. До этого был в помойке. Реворкнули, побыл нормальным и, ах, новый реворк всей системы, всех персонажей. Он снова в помойке. Турбосвин вообще не живет. Вообще ничего не делает. Впитывает и умирает. В этом его сути концепт в данных реальных Overwatch'а. Ренхард примерно то же самое. Ренхард чуть получше, может быть, есть какой-то утилити, щитом пробочить какое-то количество урона, но урона слишком много. Ренхард не успевает. Без Люси выиграет очень плохо, поэтому в катках слюшком где-то можно пристроить Райна попытаться, но есть варианты куда лучше. Тот же Раматра, тот же Сигма, та же Ариса на порядке лучше, чем РХ. Ну что, и последняя категория, друзья, ДПСы. По ДПСам есть одна королева, которая ультра-ультра сильна. Это Трейсер. Ее очень... Просто ей все бафы были для Трейсы, задумайтесь. У нее пассивка ДПСа работает максимально. Про пассивку ДПСа два слова. Она лучше всего работает у хитсканов с частым попаданием, потому что даже одна пулька вешает минус 20% хила. Поэтому всякие Ханза в помойке, Джанки в помойке, Трейсера и Сомбры от пассивки поднимаются вверх. Трейса улетела вверх из-за пассивки. Первое. Из-за того, что у нее основной минус это маленькое ХП. ХП подняли. Второе. И третье. У нее разброс пуль в радиусе стал тоже намного больше и приятнее, как у Мауги. У нее, у Мауги, у Сомбры спрей стал очень комфортным. Дэмэдж на средней дистанции стало больше из-за того, что чаще трассеры регаются, теперь они шире стали. По всем этим причинам Трейса. Абсолютно королева играется супер приятно, если вы Трейсер Мэйн или просто хотите побузить. Самое время, друзья, прямо сейчас это лучшее время для Трейсы. Далее. После нее в категорию сильные попадают Генжи. Напарник, дайвер, который вот композицию уже видите, да, какая прорисовывается. Любой дайвтанк. Например, Мойра Люсио. Трейса Генжи. Это просто. Верните мне мой 2016 с небольшими фиксами. Офигенно играется Генжи. Хоть и Проджектайл. У него частые атаки. За каждый сюрикен по 3000. И самое важное, шифтом он прорезает любой щит и вешает пассивку. Друзья, он маркает очень легко любую торгет, который бьет. Генжи все еще актуален. У него все окей. Единственный минус для Генжи. Он был ослаблен, потому что стало меньше нано-бустов. И он меньше стал играть от нано-блейда. Но больше стал играть в обычный давящий овервотч, который мы когда-то дедами катали еще в ОВ1 давным-давным-давно в начале овервотча на заре. Вторым дипесом, который очень хорош, это Аша. Ее стало прям очень много. Любой динамит вешает пассивку на миллион лет. Сразу же. Причем массово на все цели. Задумайтесь. Бобу бафнули урон. Боб разваливает кабины. Там немаленький баф. Боб теперь кусается очень жестко. А она в мете упала. Боб стоит столбом. Аша хитскан, который в зуме настреливает по любым целям. Вешает пассивки. Ну, что еще нужно? Аша просто великолепно. Да, единственное, что не заходит, конечно, в дайв. Ее можно даже задушить, задавить. Но если дайва нету, то, пожалуйста, это сейчас, наверное, лучший хитскан, вообще лучший, один из лучших дпсов, на котором можно пострелять в ригу. Кого еще в эту категорию определить можно? Можно определить сюда Саджу. Саджа такая, знаете, пограничная, наверное, чуть больше в сторону А. Саджа все еще хороша, все еще наваливает. Похожая ситуация с Ашой. Все у нее сохранилось. Дэмэджа много. Капица есть об кого. Наваливает не кисло. Единственный минус. Мерсю подубили. Мерсей больше нету. Но Саджа и без покета чувствует себя довольно комфортно. Саджей все еще много. Саджей люди играют. Почему бы и нет? Она есть. Далее категория середняков. Ее открывает Солда 76. Солд хитскан, который успешно вешает меточки, да, играет, вот знаете, вот, наверное, самый такой середняк, который может быть середняком. Можно и пикнуть, можно и не пикнуть. Где-то применяется, где-то не очень. Где-то дпс и выше танки его вырезают, закрывают дайвом. Если комф медленный на уровне его персонажей, с которыми он играет, там, как-нибудь роматор его оппонента, спокойненько стоит, получает урон, то Солд, в принципе, норм. Нанокомба также поломалась. Все, что было от Нанокомбы съехало пониже, по этой же причине. Так что Солд находится здесь. К нему сюда попадает также еще Сомбра. Сомбра, в моем понимании, я поиграл с Сомброй много, я Сомбра мейнер, вы знаете, я обожаю Сомбру. Она реально стала сильнее. Да, она стала сильнее, чем была. Но она была прям очень плоха. Она была точно ниже среднего. Поэтому, мое мнение, что Сомбра находится здесь, может быть, чуть выше. Но в Тир А у меня все-таки рука не повернулась ее засунуть. Урона все еще не особо хватает. Эскейп у нее все еще сомнительный. От вируса она ультра сильно зависит. В игре урона ультра много. Катируются дамажащие персонажи очень хорошо. То есть, если ты настреливаешь на дистанции, то какой-нибудь там игрок на Аше, на Саджи намного эффективнее Сомбры. Намного. Если ты фланкаешь и давишь, то и Треса и Генжи тоже намного эффективнее Сомбры по итогу получаются. Есть ситуации, где Сомбра прям хороша, но есть, где и не очень. Из плюсов еще ульта в процентном соотношении стала снимать пожестче. Но все равно это помогает Сомбре дойти лишь до середняка. Из плюсов она еще дайвер, да, то есть хорошо играется во многих композиций. В антрикать ее комфортно, но сильнейшей не назову. Следующий середняк это Вдова. Друзья, Вдова, у нее вот только один косяк то, что разработчики не подумали, что пассивка дающая минус уро... что пассивка дающая минус реген хп должна скалироваться по-разному для разных дипесов. Ну, мое мнение, потому что на Вдове одним выстрелом ты сносишь сразу там 150 хп. На Сомбре одним выстрелом ты сносишь 3 хп. Почему Сомбра получила такой баф от этой пассивки, а Вдова не получила толком ничего, непонятно. То есть Вдова во всем хороша, кроме того, что пассивка на нее особо не работает. Что можно сказать? Вдова это последний ланшот в игре, который прям работает легально, работает сам по себе, все еще убивает, все еще неплохо, все еще норм. Но она всегда была персонажем ситуативным, да, таким вот прям, чтобы мета от нее строилась, такое бывает редко. Поэтому она находится в этой категории. Из-за большого наличия дайва и быстрых композиций в игре выше ставить ее, думаю, нецелесообразно. Категория хуже среднего. Персонажи, которые по тем либо иным причинам не попадают выше. Кэссади. Банально персонаж играется похуже, чем другие хитсканы. Фланкеров и дайва очень много. То есть ситуативно вот он может зайти, если у оппонента не фолдайв. Вот если оппонент играет одну тресу, и вы с ним хотите подразобраться, Кэссади все еще может быть опцией. Но если они пикают Хэммонда, Трейсер, Люсио и еще что-нибудь, или Люсио королеву, забегающую вам в лицо, с каким-нибудь там ошой, накидывающей на дистанции, которая сильнее, чем Кэссади, накидывает на дистанции, то просто не в кого играть. То есть Кэссади может сыграть, но ему нужно, чтобы было в кого играть. Против меты полностью он не справляется. Просто не вывозит, будет погибать. Также в эту категорию попадает Ханзо. У Ханзо сложились некоторые трудности, друзья. Хитбоксы стали больше, но у него забрали ваншот. Ханзо это был снайпер, который играет ваншотом. Ваншот на Ханзо был очень важен. Он давал гигантское вэлью. Ханзо без ваншота это вот просто перс, делающий миллион урона, если попадает. А у него тычки про джектайлы, пассивку он не активирует особо. Ему трудно попадать этими большими бревнами. Пуляет медленно, попадает не каждым. Поэтому Ханзо по пассивке проседает. Ваншот отобрали. Ну, лучника раздели. Я этому только рад. Честно. Ну, кто этому не рад? Рипер. Рипер, вот, по моим ощущениям, он может быть неплох, по идее, в композиции с лизком и давящими танками, но как-то стало трудно в кого-то вгрызаться. Честно, очень много эскейпов в игре. Все эти Мэры улетают, Кирико улетают, трейсера убегают, кто куда, все люди разбегаются, разъезжаются, на скорости к вины люди убегают. Добраться до дзиняты в бэквайне невозможно. То есть, Рипер просто себя не успевает находить. Он будет хорош для закрытия того же Винстона, может быть, где-то Хэммонда ситуативно, может быть, встретить к вину, принять лицом, но в общей системе координат, как будто бы он из-за того, что все стали слишком толстые, ему стало трудно кого-то убивать. Немножко парень выпадает. Также в этой категории находятся леталки. Их можно все еще играть, но вы понимаете, Мерсиа, Пауа, почему? Реворк фары первостепенно, второстепенно новые реалии сапорского геймплея. Сапорская утилити очень нужна, и рез это не то, что нужно. Скорость и Дискорд все перебивают. Фару реворкнули, она больше не висит в воздухе. Мерсиа тоже не висит в воздухе, а значит, ее сжирают на земле. Фара после реворка, мне кажется, стала хуже, чем была. Она такая, ну, может быть, не сильно хуже, но похуже, вроде, по ощущениям. Середнячок, ситуативный теперь. Прям фулл-тайм ее обузить, играть в антриком, я вообще не представляю, это вообще возможно. Только в стаке с друзьями, только под полным облизыванием Мерсиа, союзников, танка своего, Надиви и так далее. Вот. Фара не очень хорошо работает по ощущениям. Эхо падает здесь. Эхо, вот, кстати, вот много не играют люди. По эхо возможно категория Б, возможно даже категория А в теории какой-то композиции. Эхо более самостоятельно, чем фара, но ее как-то активно люди не используют. Не знаю, просто редко ее видно. Она все еще может быть неплоха, по идее, потому что эхо в дайв-композициях используется может вторым ДПСом. У нее есть возможность забежать на W, кинуть быстренько обилки и прожечь лучом хво-хпшную цель. Возможно она середняк. Оставляю пока здесь. Мэй. Мэй попадает также в категорию похуже среднего. Почему? Очень много быстрых мобильных персонажей. Стенка вообще не работает. Из плюсов у Мэй она самодостаточная и может сама выживать. В мету, где нет хила, это хороший плюс. Но в остальном ЛКМ вам цеплять особо некого. Дэмэджа не хватает. Стенка не рабочая. Ну, в общем, такое. Морой с тольтой тоже некого. Торбьерн находится по похожим причинам. Он сам хорош в мету дальнобойного дэмэджа. Вот когда ты играешь танком каким-то, который впитывает уроны против тебя. Торбьерн, Зиньята, плюс еще какие-то спамеры на дистанции. Очень больно стоять. У него дэмэджа хорошо. Он сам очень толстый. Но, как по мне, правильная композиция, правильная подстройка, да, то есть и в большинстве игр все-таки он себя не находит. Его самого, может быть, и не будут насиловать, но команда-то что будет делать? У Торба Ешка 400 хп, а тиммейты? А тиммейты лопаются, и как быть, когда один игрок просто выпадает? Ну и категория Мерты Сол, друзья. Три персонажа. Бастион. В чем проблема Бастиона? Основная проблема. Он танк. Он, по сути, танк. Его размеры гигантские. Его неповоротливость и отсутствие мобильности. Да, у него много дэмэджа. Ты же сказал, что эра дэмэджа, анок. Верно. Но кто впитывает дэмэдж, подумайте. Танка больше нет, который впитывает. Все впитывающие танки вообще неактуальны. Танк теперь улетает давить сам. Никто Бастиона не защищает. Бастион очень легкая цель. Его легко разбирают. Пассивка на минус хилл не дает его выхилить. Он ловит весь дэмэдж этой вселенной. В него невозможно промазать. В общем, Бастион по ощущениям пресс-ф. Джан Крет. Персонаж, на которого разработчики положили самый гигантский болт в этом патче. Понерфили ему комбу. Он не убивает никого ваншотами. Ему отняли дэмэдж. У него размер поджектайла не такой уж и большой. Его там меняли специально, искусственно. И самая важная пассивка. Джан Крет вообще никак не гтирует пассивку ДПСа. Как попасть банкой в кого-то, чтобы команда его сфокусила под минус хиллом? Это очень тяжело. Редкие выстрелы, праджектайл, нестабильность урона. Только здесь. Симметра последний персонаж. Симметра работает только в теории. Она, может быть, в теории неплоха. Времени на разогрев нету, как у Зари. Необходимый разогрев. На него времени просто нету. Все очень быстро, все очень колоссально. Быстро на скорости происходит. Дальнобойности нету особо. Шарики рандомные, спамишь, конечно, стоишь. Но это такое. Прям кого-то гарантированно убить не получится. Выстрелы рандомные. Пассивку не активирует тоже. На минус хилл особо не цепляется никому. Сама при этом тонкая. Погибает, но раз-два. Дамы и господа, вот такой террорист получается у нас с начала девятого сезона. И вот такие вот изменения в мете. Новая Эрл Овервоча 2.5. Отсутствие хила на поле боя. Очень агрессивные плей, вайбы 2016 года и многое другое. С вами, как всегда, был Анекс. Ставьте лайк этому видосу. Теперь вы знаете, кого пикать и на ком тащить. До скорого. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok